Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Завершающее видео этого года о том, как сделать очень быстрые тарталетки из лаваша для праздничного стола. Вы успеете их приготовить, даже если работаете 31 декабря и на готовку у вас будет совсем мало времени. Покажу два варианта. Для первого понадобится всего лишь тонкий лаваш. Сразу включайте на прогрев духовку на 180-190 градусов и за дело. Из лаваша надо вырезать кружочки диаметром где-то на 1 см больше, чем диаметр формочки для кексов-корзиночек или маффинов. Если у вас хороший глазомер, это можно сделать на глаз. Я подстраховалась и сервировочным кольцом обозначила кружочки на лаваше. Вырезала и сделала несколько надрезов по краям, чтобы лаваш принял форму тарталетки. И это, собственно, всё. Для второго варианта мне понадобится дополнительно желток и чайная ложка растительного масла. Лаваш на этот раз я разрежу на квадраты со стороной примерно 9-10 см. Центр одного квадрата смажу желтковой смесью, уложу сверху второй квадрат. Углы не должны совпадать. Прижму и заложу формочку, также формирую тарталетку. Затем отправлю в разогретую духовку на 5-7, максимум 10 минут. Это зависит от духовки. За это время тарталетки подсыхают. Они хорошо держат форму, получаются тонкими, хрустящими, как чипсы. Начинять их, как и любые тарталетки, стоит не раньше, чем за час перед подачей. Чтобы дно не отсырело, на него можно сначала выложить лист салата. Идеальной начинкой будут паштеты или несочные салаты. Я сегодня вспомнила старый добрый рецепт салата с сыром, яйцами, чесноком и майонезом. Если не знаете этот рецепт, напишите в комментариях, я сделаю о нем видео. Украшаем тарталетки на свой вкус. Такие тарталетки можно приготовить и заранее, и хранить в сухом месте. Можно, например, в закрытом пакете или контейнере. Вкусных, веселых и добрых вам праздников! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Здоровья вам, любви, благополучия и до встречи в Новом году!